Господи Божий мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня в субботу за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 25, стихи с 1 по 13. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в которые придет Сын Человеческий. Господь не раз говорил своим ученикам о внезапности своего второго пришествия, предостерегая их от беспечности и чрезмерного увлечения житейскими благами и заботами. Христос наставляет бодрствовать духом и быть готовым ко встрече с Ним во всякое время с чистым сердцем. Для большей убедительности своих слов он приводит в пример притчу о десяти девах, в которой ожидание второго пришествия Христова и открытие Царства Небесного сравнивается с обычным у иудеев ожиданием жениха, приходящего за невестой в дом ее родителей. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху». Свадьба была большим событием в любой палестинской деревне. Жениха встречали очень торжественно и выходили к нему навстречу со светильниками в руках, а так как жених мог опоздать, то встречавшие должны были иметь в отдельных сосудах запасное масло, на тот случай, если, налитое в светильнике, сгорит до его прихода. Спаситель обращает внимание на то, что из десяти дев, вышедших навстречу жениху, пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, то есть малорассудительные, не учли возможности чуть более длительного ожидания жениха. И понадеялись, что налитого ими в светильники масла будет достаточно, и поэтому, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Другие пятеро дев оказались предусмотрительными, и, учитывая возможность такого обстоятельства, а также действительно желая увидеть жениха с горящими светильниками, как и подобает, «Вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих». Под неразумными девами понимаются беспечные, не имеющие добродетелей люди, только называющие себя христианами. Мудрые девы являются образом истинных христиан, всегда готовых встретить Господа, имеющих при своей чистой и искренней веры и добрые дела. Именно под маслом, как отмечает Александр Павлович Лопухин, здесь подразумеваются вообще все добродетели делающего человека достойными участия в перу Царства Небесного, «Преимущественно же те, которые противоположны глупости, небрежности, легкомыслию и беспечности глупых дев». Все десять дев долго ожидали жениха с зажженными светильниками и, наконец, уснули. А светильники, поставленные тут же на готове, по-прежнему горели. И вот в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда проснулись девы и бросились к своим светильникам. Начали поправлять их и заметили, что налитое в них масло уже сгорело. Заботливые или, как сказал их спаситель, мудрые девы стали поспешно наливать в светильники запасное масло, а беспечные, видя, что их светильники гаснут, стали просить масло у мудрых. Но те отвечали, «Чтобы не случилась недостатка у вас и у нас, пойдите лучше к продающим и купите себе». И этот ответ предусмотрительных дев благоразумен, ведь никто не может помочь другому собственной добродетелью. Блаженный Иероним Стридонский поясняет, «Они отвечают так не впоследствии скупости, а из боязни. Действительно, ведь каждый получит награду по делам своим, а в день суда добродетели одних не могут превысить пороков других. Это масло продается и покупается дорогой ценой, и приобретается великим трудом. Под этим мы разумеем все милостыни, добродетели и советы учителей». И действительно, есть такие вещи, которые мы не можем занять у других. И как неразумные девы не смогли получить в долг масло, когда оно им срочно понадобилось, так и человек не может все время жить за счет духовного капитала, накопленного другими. «Пока же неразумные девы ходили покупать масло, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. И когда начался пир, возвратились неразумные девы и стали стучаться в дверь, прося жениха, чтобы впустил их. Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». И в этих словах содержится предупреждение о том, что некоторые вещи нельзя делать в последнюю минуту. Если человек занимался столь долго разными делами, у него попросту может не хватить времени, чтобы подготовиться к встрече с Богом. Интересно также отметить, что указанная притча имеет еще одно значение. Некоторым образом здесь говорится о неподготовленности иудеев ко встрече со Спасителем. Вся их история должна была стать подготовкой к пришествию Сына Божьего. Будучи богоизбранным народом, они должны были оказаться готовыми к Его пришествию. Но, напротив, оказались совсем неподготовленными, а потому остались за порогом торжества Сына Божия. Указывая на необходимость постоянной готовности ко встрече с Ним, Христос призывает. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в которые придет Сын Человеческий». А для того, чтобы быть готовым, нужно вести добродетельную жизнь. Борис Ильич Гладков пишет, «Из этой притчи видно, что недостаточно выражать на словах готовность исполнять заповеди Христова, называться христианином и ожидать пришествия Его. Надо еще позаботиться о том, чтобы было с чем встретить Его. Недостаточно верить во Христа, надо еще исполнять заповеди Его. О воле Отца Небесного, чтобы мы всех любили ближних, всех безразлично, друзей и врагов, и самоотверженно трудились на благо им. Вот эти-то добрые дела и составляют тот запас, без которого нельзя идти навстречу Христу. Недостаточно одного светильника веры, без добрых дел он угаснет, и некуда будет тогда пойти для совершения добрых дел. Тогда поздно будет думать об этом. Да и бесполезно, так как двери Царства Небесного закроются, и стоящие перед Ним с угасшими светильниками услышат голос Христа. «Истинно говорю вам, не знаю вас». Таким образом, дорогие братья и сестры, Христос научает каждого из нас быть на страже своей жизни и пребывать в духовном бодрствовании, нам следует готовить себя ко встрече с Богом, а значит, постоянно заботиться об исполнении Его воли и наполнять себя благодатью добрых дел, с которыми можно было бы безбоязненно встретить Господа нашего Иисуса Христа при втором Его пришествии. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тяуповах спаси мя от всех гонящих мя избави мя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok